Добрый вечер! У меня сегодня новый микрофон, поэтому я хочу, чтобы вы отметили, насколько меня хорошо слышно и слышно ли вообще. Оставьте, пожалуйста, по 10-бальной шкале, и я, если что, подрекулирую свой звук. Так, слышно хорошо, замечательно. Я благодарю от всей души за представление, и действительно, так получается, что в последнее время приходится больше путешествовать. Мне, например, нравится больше проводить такие живые мастер-классы. Но, тем не менее, в интернете тоже можно встретиться, и у нас есть сейчас такая возможность. Я сейчас, секундочку, посмотрю. Загрузился так, загрузилась моя презентация. Сейчас открою ее. Ага, старославянского шрифта нет, ну, как есть уже, да? Я сейчас хочу заявить, у нас такая тема, старинные славянские методы очищения. И тема очень интересная, очень такая родная, своя. И мне, вот вы знаете, во-первых, я хочу с вами сразу поговорить. Если вы вообще считаете, очищаться нужно или нет, потому что люди, как правило, разделяются на две части. Одни считают, что очищаться нужно обязательно, другие считают, что совершенно вот жизнь, она и есть жизни. Зачем какие-то экземпуции над собой проводить и вообще что за очищение? Но мы сегодня, конечно, поговорим не только об очищении, а о том, как наши предки очищались. Я хочу узнать от вас, насколько вы считаете, стоит ли делать что-то над собой? Стоит ли делать какие-то усилия, проводить вообще, для чего это все существует? Так, нужно, конечно, сейчас чуть-чуть я отвлекусь, уберу. Здесь у меня дополнительный компьютер. Смотрела, чтобы он не мешал нам. Смотрела, где лучше выйти, где лучше камера. Так, нужно, хорошо стоит. Я со временем, вот у меня очень большой опыт, получается, больше 20 лет я занимаю здоровьем. Я принимаю людей в свой диагностический центр, да, где я занималась вот именно диагностикой здоровья. И я замечала, что однозначно просто вот сегодня, сегодня невозможно быть здоровыми без очищения организма. Когда я людям назначала какие-то методы очищения, я видела действительно стойкий эффект. И не просто так одноразово, если дать какие-то рекомендации, да, и у человека болит печенка, попил травки, расторопши, да, и легче стало, ничего подобного. Если, действительно, когда я вот смотрела полностью организм человека, и если я видела, что какие-то проблемы, однозначно в 100% у меня показывала дошлаковка. То есть не бывает просто так проблем, не бывает. Это постепенно накапливается, каждая клеточка, ей нужна чистота, для того, чтобы она работала и работала хорошо. Поэтому, конечно, очищаться нужно. Я, например, да, иначе вы не пришли, но вы знаете, просто может быть у кого-то сейчас, Надежда, вместо всего, вместо вебинара, вместо сериала, вот просто ходит, потому что интересно. Ну, хорошо, я очень рада, что многие поддерживают. И сейчас мне, конечно, хочется поговорить о том, как же очищали организм наши предки. У нас сейчас методик очень много. Мы проводим, я сама регулярно провожу сама очищение. У меня есть любимые такие свои методы, немножечко тоже их затрону. Но ведь раньше люди, они жили, они не сыроедили, да, они не делали клизмы. Но, между прочим, отличались видной силушкой. И даже если взять вот это то христианское время, если по историческим данным, если захватывали русов, рабы, это считалось самое ценное. Ну, извините, вот такие подробности, потому что они отличались необыкновенным здоровьем среди всех народов. То есть это были действительно настоящие такие богатыри. Не даром это все в былинах и сказках к нам зашло, да. И как они умудрялись, вот давайте подумаем вместе с вами. Как вы считаете, что им помогало быть здоровым? То есть какие методы оздоровления? Да, понятно, экология была другая, продукты были другие, да, все было живое. Но тем не менее свои методы оздоровления у слагана были. Давайте я с вами вспомню, что именно, вот как вы думаете, в зимнее время, что им помогало быть здоровым? Вот когда я задаю этот вопрос, как правило, люди отвечают сразу. Мне интересно, ответите вы или нет. Однозначно. Я подожду ваших откликов, что помогало нашим предкам быть здоровым? А ведь быть здоровым, это, ну, вы сами понимаете, что самое главное. И вообще я считаю, что, как некоторые говорят, я пропагандирую методы оздоровления. Я уже 10 лет являюсь руководителем школы природного развития у нас в городе. И после того, как уже тестировала людей, да, поняла, что мне не хочется больше говорить о болезнях. Я хотела говорить о здоровье, как сохранить. А за полчаса приема, за час приема я не успела, не успевала людям передать всю концепцию, которую я выработала, которая мне помогла на ноги встать в свое время. И потом я очень хорошо увидела взаимосвязь вот эту, да, взаимосвязь, когда ты действительно делаешь шаг за шагом. И причем каждый сезон уникальный, его нельзя пропустить, понимаете. И сейчас, вот действительно, сейчас начинается потрясающее время, которое вам, вот почему я сейчас начала говорить, ни в коем случае советую его не упускать. Будете ли вы там с нами, да, мы открыли школу онлайн, школу природного. Родного развития или будете где-то еще, сами займитесь собой, потому что сейчас начинается очень интересное время. Спасибо, Татьяна. Баня и прорубь. Действительно, все, вот я почему-то спросила, да, обычно спрашивают, что вот вам позволяло, какие методы очищения были у предков зимой, как правило пишут баня. Баня, да, прорубь, да, это уже на крещение там многие, прорубь, а некоторые и так закалялись, тоже было. Снегом оттирались, тоже своего рода чудесная процедура. Но согласитесь, согласитесь, еще, еще что бы позволяло. Давайте посмотрим. Конечно, наши предки, они были, вот подумайте сами, это сейчас мы едем, да, климат-контроль, а если они ездили на санях, были тряскучи мороза, это несколько часов нужно было из города или из села, куда там город выехать. Они могли пережить вот эти вот морозы, они, у них была очень крепкая иммунная система, да. Конечно, это закаливание, вот женщины с коромыслом мы здесь видим идут, а ведь это 20-20 килограммов на плечах, а нужно было идти и лежать еще встать. То есть вот насколько мы сейчас отличаемся. И никто не написал, а ведь в первую очередь самым лучшим методом очищения организма был пост. Именно пост, постели часто. И даже я, когда была маленькая, я спрашивала очень, мне было интересно у своей бабушки, как они жили их, она жила в деревне, ну не всю жизнь, но значительное время родилась, прожила при Панской Польше, как она говорила, да, еще во времена Белоруссии, да, Польша была. И она рассказывала, как, она говорит, мясо мы не видели, самым они по большим праздникам шноточек какой-то был для зажарки, там, каши. А в основном была постная пища, но она была самая здоровая. То есть это вот подголоски, крестьяне раньше холодильников так не было, чтобы была какая-то жирная мясная пища, а в основном и посты, постов было много уже в христианскую роль, да, и они действительно тоже помогали своего рода очищению. И баня, 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 зимой, вот даже сейчас, мы, например, с друзьями обозначили один день, снимаем сауну, мы всегда ходим в ней сауну, в баню, именно в русскую баню. Я за русскую баню, потому что она значительно лучше для нас, для славян, гораздо для здоровья лучше. Есть свои методики. Мне интересно, а ведь раньше, посмотрите, свои были, свои методы очищения в бане. Чем? Не было же мыла, да, чем мылись, кто знает? Чем мылись? Чем очищались? Мыло не было, шампуня не было, кондиционеров тоже. Душа как, ну что же было? А сейчас вот я уже, наверное, да, больше 10 лет, я не использую никакой химии. Я волосы, у меня абсолютно натуральным шампунем, которое я делаю сама, живым. Я еще открыла школу красоты у нас для девочек, специально дала курсы, и рассказывала, все удивлялись, как можно быстро и легко саму приготовить шампунь. Можно приготовить потрясающую зубную пасту. Дети просто ее обожают, зубки укрепляются. Все своими руками можно делать, живую косметику такую и натуральную, главное. Это тоже очищает. Чем мылись? Да, конечно, заводит. Я пробовала делать щелок, хотя мне, например, не пошел. У меня волосы такие, как мочалка стали. Не пришла я в щелок, у меня это некомфортно. Хотя стирать удобно. Некоторые даже заменяют стирку в стиральных машинах с помощью щелок. Многие отрубями мылись, да, пастами мылись. Чем еще? Солью, ну, в те времена это сейчас хорошо. Соль с медом мы натираемся, просто красота. Сейчас вот многие там спитом, костом натираются. А раньше были такие самые простые средства. И я хочу сказать, что лучше всего мыльную воду, знаете, что делает крапива. Очень простая, но желательно ее хорошенечко запарить. Иначе я один раз просто обожгла кожу. Но она мылится можно. Вот когда мы в походах, я туристом. Туризмом хорошо занималась. И мы в походах самую жирную посуду отмывали именно крапивой. Так, откройте секрет волшебной зубной пасты. У нас целый вебинар по зубной пасте. Может быть, просто как-то отдельно проведем. Но готовится она действительно волшебная, на травах. Делаем порошочек, делаем травы. Сеиваем определенные фракции мел. Можно делать нечиную скорлупину. Это целое. Это не мир, не два слова. А пасту мы делаем, добавляя определенной консистенции. Медик, чтобы деткам вкусно было. На стыку прополиса для взрослых. Там очень интересно. Но это можно по зубкам проведем. И не буду на этом останавливаться. Лучше всего мне нравится вымывать волосы ржаной мукой. Признаюсь вам, волосы гораздо лучше вымываются. Но тоже есть такие свои секреты, как это делать правильно. Очень здорово. Смешивая ржаную муку, я запариваю ее. Потом добавляю желточек, мед. И уже не такой шампунь. Просто потом, особенно если в бане это нанесете, волосы растут не поднял, а по часам. И главное, укрепляются. У меня, например, у меня волосы, ну, они сами по себе, в принципе, всегда были хорошие. А вот, ну, опять же, у меня родители вырастили их с помощью такого натуральных средств. А вот у моей дочери были очень плохие. Она родилась, у нее, знаете, так три волосиночки. И я просто думала, что все, все, моя дочь будет. Ну, вот она у меня пошла. И очень переживала. И именно этим средством выросла ей косу. У меня сейчас ниже, ниже талии. Очень такая красивая коса. Она просто, просто на загляденье такая славянская красавица получилась. Вот, пожалуйста, без шампуня. Она, когда говорит, перехожу, когда на шампунь, заметно волосы коса меньше становятся. Мы это уже заметили с годами. Просто когда они экспериментируют. Но, опять же, я не об этом сегодня хотела поговорить. Да, методов закаливания у меня много. Я смотрю, меня немножко сейчас интернет выбивает. Вы знаете, я с вами еще поговорю онлайн, но мне хочется больше. У меня очень непростой интернет. Я очень редко выхожу так на видео, потому что все время какие-то проблемы на днях, прозавчера проводила вебинар. Поэтому я пока, пока я уберу видео, да, перейдем на картинку. Вот. И побеседуем с вами, как интересно, действительно, секреты русских красавиц. Да, здесь написано, действительно, как красота была. Она была природная, без косметики. Сейчас умной нас, ну, проигрываем мы перед ними. Ну, правда, так честно признаться. Сейчас уже искусственно стараются так приукрасить себя женщины и довольно сильно, да, чудеса настоящие происходят. А раньше она была такая естественная, природная, потому что изнутри шла. А это именно говорит о том, что природная, знаете, такая энергия в человеке жива, как я говорю, настоящая жива. И это сказывается. Так что же давало им? Конечно, конечно, я хочу в первую очередь сказать, что пища играла немаловажную роль. Поэтому, когда здесь очень много факторов, да, вот говорят, там, экология, там, различные методы закаливания, вон, в баню любили, пели, пение тоже влияло, это энергия очищается, человеком биополе очищается, когда люди поют. А ведь вышивали, лучинку зажигали, вышивали и пели, пели, собирались в избы. Бабушка говорила, мы в избы. Потому что у каждой девушки приданное должно быть, она должна была его наготовить, и это целое, они ткали с вами, да, в общем, там очень много интересного. Я этим тоже лично занималась. У нас открыла школу в нашем городе пять лет, вела студию славянской моды, и наших нарядов даже Мисс Беларусь сейчас представляет. Китай представляла Мисс Мира, они на нарядах нашей студии, студия Отрада, очень красивая, очень шикарный наряд студия делает. И я открывала когда-то эту студию, мы занимались, вот эти обереги изучали, все культуру славян изучали, это очень интересно, сами ткали пояса, сами даже материал делали. И, в общем, это, конечно, все здорово, но сейчас мне больше хочется поговорить все-таки о пище, о пище. Вот как она давала силушку. Я хочу вас спросить, как вы считаете, вот сейчас у нас сколько, 30 человек, да, в комнате? Я уверена, что вы должны знать, ну чем же питались наши беды? Ну вот основное блюдо. Ну я уверена, вы знаете. Давайте подумаем. Как правило, когда я задаю этот вопрос, мне отвечают щи да каша, пища наша. Ну вот это такой шаблон. Но мне интересно, вы должны вспомнить, исполнить такой продукт, который однозначно всегда, всегда был на столе наших предков. Татьяна, вот Татьяна Надежда, давайте подключайтесь. Евгения, я смотрю, что вы активные. Напишите, как вы думаете, что было на столе? Простая еда, согласна. Еда, как правило, не жирная, а постная, как я говорила. Мясо было особенно у крестьян, если у забжиточных, у боярей, у князей, там столы ломились от яд. Ну, основная масса крестьяне, которые отличались с завидной богатырской силушкой и здоровьем. Надежда, спасибо, Надежда. Конечно, Брюква, кто еще напишет? Брюква, однозначно, сегодня я о ней расскажу. Какие еще забытые блюда? Может быть, не забытые, кто-то и сейчас их использует. Я так всегда использовала вот эти. Репа, Татьяна, ну вот правильно же, правильно, помните, репка, посадил дед репку, ну как же, куда же без них? И да, и, конечно, каши, 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 они были основой. Тыква, да, тыква немножко позже, но она все равно, она любимица, любимица кухни. Когда я спрашиваю, какие каши, как правило, пишут гречневая каша. И говорят, вот гречневая каша, матушка наша, да, есть такое. Но, но, это не совсем так. Гречку, гречку нам привезли купцы из Винлантии по преданию, и ее стали возделывать греки, поэтому и назвали гречневой кашей. Родиной признают и Алтай, родиной признают и Гималайи. И, в общем, есть разные версии, но она пришла уже в 7 веке. А до этого, какую кашу ели? Кто напишет? Кто знает, что ели наши ручечи? Просыпайтесь, давайте, давайте, подключайтесь. А ведь были разные блюда, были вкусные и сытные, и вкусные, и именно они давали силу, понимаете? И именно они давали белок, мы с чего сегодня поговорим, где же брали белок, если это не мясо? Именно эти каши, как вы считаете? Ну, подумаем, пишите. Пшонка, вот, Татьяна, вы видите, как вы очень просто, просто в десяточку попадаете, сразу же в десяточку, да. Перловка, колба. Ну, вот, я хочу сказать, все, вот, прийти в студию. Татьяна Маликова сразу при студию. Конечно, полба, однозначно. Именно эта каша была прародительницей. Она, даже если взять в русских народных сказках, она фигурирует везде. Буду я служить тебе славно, усердно и очень исправно. Вот за три щелчка тебе полбу, ешь же мне давай вареную полбу. Помните, у Пушкина сказка «Попись, вы работники его обалдели». Именно во времена Пушкина полба кормила всю Русь-матушку. Она была, ну, еще сейчас называют ее сперта, полба, да, невероятная память, просто невероятная. Там, в этой пшенице, это пшеница-перворотка. Что такое полба? Вот эта каша из пшеницы, ее измельчали и получалась такая крупа своего рода. Из крупы варили кашу, на ней выросла вся Русь. Эта каша аналогов не имеет. Говорят, что она просто лучшая пища, которую только можно придумать для человека. Ну, хотя я считаю, что лучшее все-таки прорастить это зерно, да, я проращиваю полбу, мне нравится больше есть животники. Но, тем не менее, даже вареном каша давала все. Вы сами подумайте, до 37% белка, это белка, это полноценная белковая пища. 18 незаменимых они на число, 18. Вот сейчас найти, сейчас такой продукт, то его уже нет. Именно пшеница-перворотка, это пшеница, которая такая дикая, она в диком виде, она естественная. Энергия, там еще генетика не вмешалась, не поковеркала ее, не вмешалась селекция. Она растет на любых почвах, непереверливая к погодным условиям. Но кто-нибудь выращивал сперту, ну или полбу? Я выращивала, я вам скажу, это не простое дело. Вот когда ее выращиваешь, я помню, я раздобыла в ботаническом саду, там в семенном фонде 10 семечек и держала их вот как самое, как золото, как самое дорогое. Я их посадила, держала над ними, какая зима пшеница тогда посеяла. Ну, а выросли колосики. На следующий раз у меня уже была такая полянка, и потом на следующий раз я уже жала, я умею жать серпом. Когда-то во времена детства я жила, приезжала к бабушке в деревню, и мы жали, жито жали, да, серпом. То есть я хорошо этим владею. И сама обмолотила, но столкнулась с такой проблемой, она не обмолачивается. То есть вот это вот околоподники ее жесткие, они не отпадают. Нужно просто вручную сидеть и по семечке вытаскивать. Ну, и на этом мои эксперименты. Энтузиазм у меня тогда иссяк. Я поняла, что лучше я куплю, сейчас уже стали продавать, слава богу, возродили. В этом месяце, в ноябре в смысле, мы с Ольгой Спиридоновой были на конференции травников высочайшего уровня. Ну, не травников, а производителей лекарственных трав. Конференция проводилась в Москве. Туда приглашали только, ну, золото России, можно сказать, те производители, которые в масштабах, они мировые масштабы некоторые покрывают. И вот выступала женщина, рассказывала просто низкий поклон в Ставропольском крае. Она возродила эту полбу, она точно так же раздобыла пару семечек. Сейчас у нее 10 тонн, 10 тонн, и она, наверное, ни с кем не поделюсь. Это мои семена, насколько они мне достались. И вот такие люди, они возрождают. И действительно, уже производство целое, и потихонечку запускают. И вот эта полба дарит, она не содержит практически глютена. Вот у кого глютеновая энтеропатия, целиакия. Вот сейчас полностью я была во Франции и жила как раз в семье французов, в поместье их, таких искомых французов. И у них вся семья подвержена, там все буквально на безглютеновой диете сидят, потому что у них аллергена, нормальный глютен. Почему? Именно потому, что там начали добавлять искусственную клейковину, чтобы выпечку. Я всех умоляю, просто прошу просто всех, не покупайте никогда булочки, вот эти вот вздутые, вот эту вот выпечку хлеб пышный. Где видите искусственную? Искусственная клейковина, бегите оттуда, потому что однозначно это зашлаковка номер один. У вас будет и давление, у вас будут и варикосы, это зашлаковка печенки, клейковина заклеивает в наши ворсиночки кишечника, отсюда все проблемы, вот эти вот густая слизь не дает впитываться нормальным веществам. Я эту тему очень давно изучаю. Поэтому в первую очередь нужно уходить от этого глютена, особенно искусственного. А именно пшеница-перворотка помогала нам быть здоровыми, и она помогала людям. Там не содержатся клейковины, которые закупоривают сосуды, и она наоборот очищала, потому что там было много клейчатки и невероятное количество питательных веществ. Ее сейчас прописывают чуть ли не как лекарство в некоторых странах, потому что она лечит и действительно помогает излечить многие заболевания. Я могу говорить очень долго о пище, потому что это моя тема, тема питания, здоровья. Я ее очень люблю, и я очень много в нашей школе даю вот таких вот весомых своих знаний практически. Но сейчас уже хочется еще вам рассказать о забытых блюдах. Вот сейчас очень хорошенько Татьяна подметила пшенка. Конечно, это тоже была и пшенка. Пшенка, вот смотрите, и стал, и вам, бедняк, с детками жить-поживать, добраться-живать. Теперь сингеры, ребят, все на лавочке сидят кашу, какую пшеную едят. Ложки крашеные, каша масляная. Ну что же такое пшеночка? А пшенка, она великолепная, просто каша. Тоже, я считаю, что продукты замечательнейшие. Те, кто хочет похудеть, смело переходите на пшенку. Есть даже целое направление. Вот едят, обязательно каждый день убирают там, лучные и сладкие изделия. И каждый день пшенка очень хорошо снижает вес. Есть такая программа. И пшенка, она помогает сжигать жиры в митохондриях, она помогает снижению веса. Ну и, конечно, она оздоравливает, потому что там тоже богатый микроэлементный состав и богатой клетчаткой. Я очень люблю делать пшенку, но никогда не валю на молоке. Однозначно это несовместимо. Очень вкусно делать с тыквой. Очень вкусно добавлять финики. При подаче можно полить медом. У нас пшеночка, мы ее любим, мы ее почитаем. Мы с детства приучила, свою дочь приучила. Вот она ее уважает. Кстати, сегодня тоже ели, да? Она сытная и в то же время она очень хорошо очищает организм за счет своих грубых волоков. Поэтому это тоже пища очищающая. И каша из цельного овса. Эх, жалко, буквы такие у меня такие, знаете, старославянские, красивые, но здесь вот немножко не видно, но ничего. Главное, я вам суть буду передавать, да? Презентация немножко не та. И именно цельное овсо, вот цельное, оно помогает. Я думаю, что все знают, насколько цельное овес богат, богат, да? Вот именно своим составляющим. Я свою дочь вырастила на овсе, именно овсянке. Так сейчас отвлекусь, расскажу. Вот интересный, это был мой опыт, очень интересный опыт длиной в жизнь. У меня, когда родилась дочь, я очень внимательно относилась к своему здоровью. Буквально со второго класса занималась своим здоровьем. Мне пророчили, что мне не будет здорового ребенка. И для меня это была идея всей моей жизни, родить, родить хорошего, здорового ребеночка. И когда, не передать словами, как я была беременна, это у меня был целый график, там, от закаливания, пробежек и так далее, не было интернета. Все сама пыталась раздобыть эти знания, и малышка родилась хорошенькая. И когда уже начался прикорм, я была помешана на овсянке, это было любимейшее мое блюдо. Вы знаете, я стала ее растить, запаривая. Вот именно раньше, как делали, кашу запаривали в чугунке. То есть брали овсянку цельное, зерно, не хлопья, да, цельное, заливали водой и ставили упариваться. И потом уже при подаче добавляли масло. Кстати, кто знает, какие масла, какими масла, ну, коровь, да, обычное сливочное масло, это уже в последнее время появилось. А ведь раньше коровы у славян не было. А кто был? Были козы, да, с козьего молока масло не сделаешь. А масла были у славян. Какими маслами мы пользовались в те времена? Коровы позже уже появились, уже так. Изначально все-таки исконное животное, это коза было. И я подаю всегда, подавала на стол, то есть добавляли медик, маслица или финики, вот просто для сладости. И у меня дочь каждый день, она каждое утро именно начинала с этой каши. Я просила, когда уже сама работала, я тоже работала в дефектологом в саду. Было дело, и она ходила в этот детский сад, и я просила ее не кормить. Вот она еще привереда такая, она там не делала, но она делала всегда дома, меня это устраивало. Я знала, что я даю ребенку за счет этого, вот сейчас она уже ей 20 лет, и она уже, вот я горжусь тем, что единственный ребенок из гимназии вышел, который вышел здоровым, да, она не ела ни в садике, она никогда не ела в гимназии. И вот это я считаю действительно настоящая заслуга на сегодняшний момент, как показатель, да, вот этого правильного пути. И вы знаете, что вот каждое утро, когда она просыпалась, я делала эту кашу, и она уже шла в садик. И вот мы потом заметили, что очень-очень хорошо ребенок развивается. То есть я увидела такой благотворный эффект. Но, интересно, когда я стала кашу не запаривать, я пробовала разные сыроедческие варианты, потом мы перешли просто хлопец, заливали прохладной водой, даже не теплой. Мы увидели еще лучший эффект, то есть даже без запаривания. Хотя и каша овсяная, она тоже полезна. Так, про масла все молчат, мне никто не пишет. Но хочу сказать, что масло, сейчас вам скажу, конечно, использовали льняное. Как правило, это было льняное, это было конопяное масло, это было рыжиковое масло, только не из рыжиков, а именно из цветов таких вот есть, кристоцветные, да. И оно невероятно полезное. Сейчас еще горчичное стали продавать, раньше тоже его использовали. Эти масла, они очень богаты омега, омега, ну, с насыщенными жирными кислотами, теми самыми, которых сейчас, говорят, очень не хватает, потому что недостаточно количества этих веществ в организме у человека, которые нужны. Так, что-то чат замолчал. Давайте подключайтесь, отвечайте. Итак, а что же из овощей? Овощи же у нас тоже были. Давайте посмотрим. Самые главные на столе, вот такие цари, это репа, это брюк, это пастернак. Так, конечно, это все овощи, которые сейчас уже, ну, преданы, можно сказать, забвению. Я хочу сказать, что, к сожалению, сейчас они стали экзотикой, да. Вот папайя или авокадо, это не экзотика, а репка, это экзотика. Вы найдете ее где-нибудь? А нет, не найдешь, если только сами садят. Мы действительно сами садили, до сих пор мы выращиваем все, я очень люблю пастернак, очень люблю. Мне нравится тем, что его садишь, он как сорняк, да, он сам потом насеется, сам вырастет. И вот эти вот белую морковку с левой стороны, по вкусу напоминает корень петрушки, но он гораздо целебнее корня петрушки. Пастернак сам по себе его называли наши предки корень долголетия. А говорили, есть такое предание, что он помогает видеть вещи сны, что он успокаивает сердце. Ну это так, из древних источников, а сегодня о нем вообще легенды рассказывают, насколько он полезен для организма. Это уникально, если есть возможность или приусадив на участок посадить, ухода никакого. Эта белая морковка хорошо ктанится зимой. И ее можно использовать вместо слизи образующего картофеля, ведь не было картошки у нас. И картофель, он очень тяжелый, это крахмалистая пища. Крахмал забивает точно так же, как и лейковина, о которой я говорила, пшеничная. Она забивает, к сожалению, наш организм. Она провоцирует очень много болезней. Поэтому по максимуму уходим. Картошку можно есть только в молодом виде. Я для себя оставила. Когда еще там минимум крахмала. Чем больше картофель лежит, тем больше там и яд салонин накапливается. И получается, что она по-любому негативно сказывается на здоровье. Поэтому стараемся как можно меньше. В супах я заменила картофель сельдереем, астернаком. Кто-то добавляет, может быть, топинамбур, но мне не нравится. Мне он больше в сыром виде нравится. То есть можно вот так использовать. Ну и, конечно же, брюква. Брюква, не все знают, что такое брюква. Она чем-то напоминает, может быть, редьку. Брюква очень полезна. Она дает силы. Силы уже у кого людям в преклонном возрасте здорово помогает. Мне очень понравилась реклама на машине. Остановите геноцид брюквы. Ну, прям здорово человек. Видно, что болеет душа за вот этот продукт. И не зря. Потому что он действительно очень интересный. И он брюква сама по себе лечебная. Точно так же, как и редька. Она помогает от бронхолебочных заболеваний. Антопропилактика иммунную систему поднимает. Пропилактика вирусных заболеваний. А если просто даже употреблять пищу. Ну, а ебка. Ох, это ж прародительница культур, возделываемых на Руси. До появления картофеля она была основным овощем. И она была на столах Европы и являлась таким первым продуктом питания. Наряду с хлебом. И ни один стол не обходился. И вообще, никто ее не любил так, как любили ее русичи. И да, сегодня репка экзотика. А ведь раньше неурожай репы приравнивался к настоящему стихийному бедствию. Из репы делали все. Вы представляете, что делали из репы? Как вы думаете, что из нее делали? Ее все знают, что парили, печили, да? Делали супы, похлебки. Кашу варили, квасы делали. Ее саму квасили на зиму. Солили в проб. Делали начинки для пирожков. Понимаете? Ну, все, все, накормила. Вот, тушили в горшочке. А если тушили по сливками, то это просто заменяло настоящий торт, десерт, как сегодня говорят. А молодые, сама репка очень богата в кальциях. Ну, вообще там, конечно, море полезных витаминов, микроэлементов. Более 100 различных веществ, если подсчитать. Она прекрасно подходит для курсов, есть курс тоже для худеющих, для снятия веса, потому что там практически нет калорий, но она невероятно насыщает. И я хочу сказать, что именно она прекрасно помогает поднять иммунную систему. Некоторые люди утверждают в некоторых источниках, что чуть ли не возрождает ген русского человека. Тут просыпается у человека родовая память, если он ест репку, да. Ну, скажем так, возможно, возможно и так, да, почему бы и да. Но в ней еще очень много кальция, очень много кальция, и за счет этого зубы и кости были у славян крепкие, потому что очень много содержат. Если весна наступала, если лето и зеленые листики, тем более шли их салаты, потому что они содержат просто в десятки раз еще больше кальция. Кстати, в листовых растениях всегда больше всех веществ. Того же витамина Е, витамина А, например, в морковке, в ботве, в 100, 192 раза больше, чем в самой морковке, представляете? То есть никогда не выбрасываю. Ну и что я делаю? Я всегда листовые овощи, листву собираю. Я всегда делаю из них живые, как Элис, Музи. Я сушу на зиму. Ольга Спиридонова травница. Она делает такие космические составы. Она сейчас, вот почему она сегодня не смогла прийти. Музи, она монастырская травница официально. Она работает в монастыре, у нее там целая отдельная, можно сказать, лаборатория. У нее тонны трав, которые загадываются в монастырь. И она создает рецепты с смеси, именно смеси для различных именно авторских, такие бальзамы. Причем не на алкоголе, а на меду. Ой, там вообще, там, если кто к нам попадает на курс, сразу пиар такой, да, но могу об этом не сказать. Вы не представляете, какой это кладезь. Я на интернет пространстве лучше, мощнее травницы, не знаю. И она, мы недавно о ней рассказывали, были на конгрессе в Москве, нас приглашали. Где просто вот от Кремля, ну да, от Кремля, именно Министерство здравоохранения и сельского хозяйства организовали вот этот такой узкий круг, собрали лучших травников и производителей там, чтобы узнать вот это направление лучше. И она, знаете, что делает? Она делает такие составы, там телевидение снимала, и ей предоставили отдельную студию для того, чтобы снять ее, да. И она рассказывала, как можно из этой ботвы сделать сухой концентрат и зимой вот просто, просто добавь воды, как в рекламе. Получается такой сух, вот именно витаминный. И когда она вот в студии залили воду, она еще что-то рассказывает, говорит, пока я отвернулась, смотрю, а все ведущие и те, кто там за кадром стоят, все рвают. И не могут, я им говорю, что нужно продолжать, а они машут рукой, что подожди, подожди, сейчас надоедить, такая вкуснятина получается. Вот все на курсах, она, на наших курсах, она передает вот эти уникальнейшие авторские методики и знания. Это просто, это просто навес золота. И вот мы, и я, и она вот это все делаем, используя и травы, и известные травы. И используя, конечно же, в первую очередь то, что находится под рукой, и у нее есть свое поместье, и у меня тоже свой приусадебный участок, я с удовольствием этим пользуюсь. В репке, в рюкве, в редисе, в листьях хрена, особенно в листьях хрена, это такая профилактика полезней. Диосин, зубов, очень много кальция, очень. Так что можете в горчичных листьях, можете, если есть приусадебный участок, посадить, и обязательно используйте листья. Так, ух ты, я перескочила, перескочила на наш курс, нечаянно. Ну ладно, я сейчас пролистаю. Ага, можно так пролистать, сейчас быстренько. И вот таким образом мы можем смело пользоваться и использовать вот эти чудесные продукты. Так, а сейчас, конечно, я хочу, вы знаете, о чем хочу спросить? А как вы думаете, вот я сказала о том, что белки, где же люди, особенно во время поста, брали белки? Я говорила, отлично, полба давала, каши давали. Но основное, все-таки основное, любимейшее блюдо славян, откуда они брали белок? Тем более, если посты были постоянные, и это было и самым лучшим очищением организма, вот именно помогало быть людям сильными, здоровыми и крепкими, да, именно постная пища. Ведь пост, он творит чудеса. Так, где брали белки? Давайте подумаем, какой, в какой еде, где же находились? А белки-то нам нужны. И вот, как вы считаете, что было любимейшим? Квашеная капуста. Конечно, квашеная капуста, Ирин, это кладезь, это просто, я ее невероятно люблю. У меня есть целый курс своих акторских рецептов, как квасить капусту волшебно. У меня есть, я ее настолько люблю, что я из рассола делаю все. Вот, начиная от напитка паразитарных и очень вкусных, заканчивая выпечкой. Самое вкусное, это выпечка на рассоле. Вот, и тоже в нашей школе я рассказываю, как делать такие уникальные рецепты. Вот, и рассол капуста, он содержит в себе, вот, знаете, такой концентрат витаминов и минеральных веществ. Многие путешественники удивлялись, почему славян при таких долгих зимах не было цунги. Почему, что ж он, вот, помогало? А, именно квашеные овощи, не соленые, да, как мы сейчас консервируемся с этим страшным метилоцетатом под названием столовый уксус. Боже упаси вас, где-то его используйте, однозначно придете к заболеваниям. Просто травите свою семью и этим ядом, а именно квасили, квасили и заквашивали. Квашеная капуста, сами понимаете, сколько там, это вообще молодильный овощ. Так, бобовые, горох, орехи, молодцы, правильно, ну, в первую очередь, Татьяна, да, спасибо вам, вы правильно ответили. Это было любимейшим таким продуктом. И из гороха готовили очень-очень много блюд. Из гороха делали каши. У меня дед, например, его любимым блюдом, вот мы всегда, он работал когда-то поваром. Он служил после войны, потом еще был в Германии, служил. И он везде, когда, в общем, везде был поваром, да, кормил. И он очень вкусно готовил, очень вкусно. И мы его просили, самое вкусное, чтобы было вот именно почему-то жареный горохом, как-то волшебное дело для нас, детей, это было вместо семечек, такая забава. И очень вкусно делал гороховую кашу. Мы объедались, ну, это тяжелая еда. Я могла ее съесть немножко, иначе потом вот революция, сами понимаете. Не каждый желудок ее может перенести. Но, тем не менее, именно горох был влюбленным блюдом. И делали похлебки. Ну, а сейчас уже, знаете, так хочется и рецепт какой-то дать. Поэтому я вам расскажу древний рецепт именно похлебки, именно в постное время, во время поста. Это из источников таких старых летописей. Как делали эту похлебку? А делали очень просто. Брали стакан гороха примерно, ну, там чашка раньше была, да. Репку брали, это не было раньше картофеля, да, была репа. Морковь, лук, корень сельдерея мог идти. Пеправы разные шли, соль, перец, укроп. В общем, все, что есть. И готовиться она довольно-таки несложно. Я думаю, у вас это будет в записи. Конечно, нужно скопировать, можно запомнить. Здесь ничего сложного нет. Можно, каждая хозяйка, глазом одним посмотрит, скажет, «Ха, это я легко приготовлю». И я думаю, именно эта похлебка напоминает сегодня гороховый суп. Но похлебка хороша тем, что она более густая, чем суп. Она была более насыщенная. Горох замачивали, а потом уже все вот эти овощи нарезали, да, натирали, кто как. И именно чугунок складывали, все-все-все, заливали тарелками, раньше тарелками мерили, вот, воду и ставили в печь. Оно упаривалось. Сейчас рекомендуют там снять пенку, уменьшить огонь. Раньше просто упаривалось в печи. Это, конечно, была такая интересная еда. Мне очень нравится выражение, раньше предки готовили долго и жили долго. А мы сейчас готовим быстро и живем как? Ну, мало, да. И действительно лучше тонить. Мне нравится брать рассекатель, ставить на маленький-маленький огонь, и оно тонется. И тогда вот такой эффект печи получается. И можно взять толстостенные у кастрюли. Там разных ферм сейчас уже продаются. И мотиварки есть и так далее. Но, тем не менее, тем не менее, вот пища живая, когда она в печи. Ты с этим уже не поспоришь. Кроме этого, готовили гороховые блины. Из гороха делаю, я же говорю, вот разные каши, даже блины. И я, например, мне больше нравится не горох использовать, более легкие для пищеварения. Я сейчас перешла все-таки. Я в нашей школе, когда уже люди приходят на наш курс оздоровления, да, то я рассказываю полностью, как перейти на здоровое питание. Но очень вкусно это сделать так. Ах, просто человек не замечает, что он чистится, но при этом очень вкусные блюда есть. Да, происходит невероятно мощная чистка организма. И мне нравится использовать вместо гороха нут, машу и чечевицу. Обратите внимание на эти продукты, я их невероятно люблю. Они всегда экологически чистые, потому что при их посевении используют пестициды, и там не нужны они. И эта пища, она легко освояемая. Если горох, его нужно есть аккуратно. Кстати, если хотите, чтобы горох хорошо освоился, добавьте имбирь. С арпетитом. Есть такая специя антийская, она помогает, она даже гвозди помогает переварить, но она на любителя. Конечно, я ее так не совсем люблю, больше наш чеснок, наверное. Славянская тоже исконная. Вот еще до лука у нас чеснок был. Пропилактика всех болезней и паразитов. И имбирь мне очень нравится, я всегда добавляю, он помогает переварить тяжелую пищу. И есть приправы, которые тоже творят чудеса. Все на курсе мы уже рассказывали. Конечно, эта пища помогала быть здоровыми. Конечно, она помогала быть красавицами. И именно наши славяне, они вот такими славили здоровьем, как я говорила, из-за того, что соблюдали именно пост. Именно пост помогал людям очищаться. И готовили хлеб. Хлеб делали на закваске. А я все время спрашивала, мне было интересно, у меня бабушка, она пекла хлеб. Ой, вы знаете, сказочно. Настолько она славилась. Но вот смотрю, слабый интернет, надеюсь, не будет выбивать. И она славилась. Я когда приехала в ее деревню, где была именно она, ну, как замуж вышла, да, и уже свои годы провела, мы как-то приезжали к ней на родину в Белоруссии. И там все старожилы, вот когда я приходила в отбор, знакомилась, она представляла, что это моя внучка, все, о, Софья, Софья, там, в общем, ее подружки юности, то они все рассказывали, говорят, а ты знаешь, что Софья, ну, бабушка твоя, лучше всех белых клахлев. Вот все ходили к ней учиться. Она была совсем еще молоденькой, только вышла замуж. Но даже ее, она жила же у тестя, получается, у родителей мужа. И выходит она, ну, там просто даже говорили, даже сам батюшка, да, как она называла отца своего мужа, она, моего деда, говорил, что лучше тебя, Сонька, никто не печет. И вот мне было интересно, ну, что же за секреты, как же она так пекла? Я говорю, бабушка, ну, как ты делала? Она говорит, дрожжей не было, мы делали на закваске. Именно этот хлеб был очень полезен. Ну, я сейчас уже в нашей семье много-много лет не пекут без дрожжевой хлеб, вот именно мы делаем все на закваске, такой ручками. Пробовали делать хлебопечкой, но такой, знаете, пустой, мертвый. А хлеб, который ручками сделала, он живой, настоящий. И он очень полезный получается. Я сейчас делаю с цельнозерновой муки, если добавлять траву, если добавлять те же специи, можно добавлять, есть вообще разные-разные хитрости, там, как улучшить конопляную муку, амарантовую муку, сами семечки амаранта, я выращиваю амарат, у меня его очень много, сами семян, они волшебные, там сквален находятся, которые находятся только в печени акулы и действуют на молодость, на нашу кожу, помогают оставаться молодым. И вот, вы знаете, когда она рассказывала, она говорит, а я делала на закваске. Эту закваску рассказала, как мне делать, вот полностью из ржаной муки я вырастила, у меня получилось. Я говорю, ну, сейчас я храню в холодильнике. А как вы хранили эту закваску? В холодильнике не было. Она говорит, Оксаночка, все просто, мы дежу не мыли. Вот посмотрите, дежа такая деревянная здесь стоит. И вот, когда хлеб замешивали, она говорит, всегда кусочек и на стенках вот этой дежи, вот этот кусочек теста оставляли маленький, оно присыхало, засыхало, а потом, когда новый замес делаешь, сразу же много хлебов пекли, то, говорит, ну, я водичку наливала, теплый бы, оно отмокало, и уже муки туда добавляла, там, оно начинало дальше расти, расти. Вот так получается, вот эта закваска, закваска переходила, говорит, из рот в рот, из рода в рот, потому что вот эти бактерии, которые находят, это живой организм. У нас целый был как-то семинар, вебинар по закваске в нашей школе природного развития. Это целый мир. И вот эти вот бактерии, они размножаются, и они у каждой семьи своя, свой мир, вот своя закваска. И поэтому каждый, даже если по одинаковой рецептуре, вот вкус хлеба, он отличался, очень интересный был. Конечно, этот хлеб, он сам по себе был живой. Может быть, кто-то читал из вас книги Мегре, да, и там главный персонаж Анастасия, которую я просто, вот мои любимейшие книги, и она рассказывает, как можно сделать обереговый хлеб. И там, получается, если сам человек посеял зерно, если он его сжал, да, если он его обмолотил, снова в муку и испек хлеб, то этот хлеб получается обереговый. Он даже, как несет, вот каждому нужно дать по кусочку, и получается просто защита энергетическая, мощная защита. Но способен ли кто-то сегодня это сделать? Я признаю, что я ела такой хлеб, я познакомилась с человеком, который от самого первого зернышка до того, когда избег хлебом, все сделал своими руками. Причем это был мужчина. Он сам растит сына, вырастил сына сам, он же вот переехал в родовое поместье. Вообще такой очень интересный человек, прошел Афган, но рано потерял жену, ну, такой уникальный. И он вырастил, сделал я, когда попробовала, у меня было ощущение, что, вы знаете, как мурашки аж по коже идут. И, конечно, когда хлеб печешь, нужно с определенным заговором, с определенным настроем. Это тоже, это целая история, очень интересно. Так, у бабушки была русская печка, выпечка была волшебная. Да, да, конечно. Это не передать, потому что энергия печи, ее ни с чем не сравнишь. Дальше, из напитков, что было? Вот здесь вот написано кисель, я открыла, да. А как, ну, напишите, какие напитки были у русичей, что пили. Помните, как мед пили, полусам текло, в рот не попало, ну, кроме меда, ну, что-то пили. Давайте вспомним. Квас, Татьяна, спасибо, квас. Отлично. Ну, квасы, медовуха, да. Я знаю 33 вида кваса, вообще до 50 у меня рецепты есть, но многие я сама изобретаю квасы. Квасы, это отдельное направление, у меня целый медвинар по квасам, там я могу о нем говорить бесконечно, потому что в моем личном опыте был очень мощнейший эффект выздоровления квасом, тоже буду говорить, уже на нашем курсе, в нашей школе, те, кто придет, мы будем это все делать. Есть квасы, которые восстанавливают эмаль зубов. Старые квасы, древние квасы, очень легко делаются, просто вот, очень легко. И есть квасы, которые полностью восстанавливают работу желудочно-кишечного тракта, очищают организм, они помогают восстановить святой святых микрофлору. Это самое главное, вот все наши бактерии, которые находятся в целый килограмм высушенном виде, вот в нашем кишечнике, посмотреть есть. И вот эта вот микрофлора, она восстанавливается за счет живых пасов. Только не дай Боже не дрожжевых, это патогенная микрофлора, несвойственная нам, которая именно грибы распространяет, довольно опасная. Я давно ушла от дрожжей и рекомендую это всем, я заметила, что он такой сильный эффект на себе и на других, когда я вела школу, когда ко мне в школу природного развития в нашем городе, вот 10 лет группы приходили и занимались, все однозначно определились, что когда переходишь на бездрожжевую выпечку, все стали сами выпекать хлебушек. У нас даже одна девушка стала выпекать для всех, вот у нее все покупают, кто ленится, но тем не менее перешли. На заводах, те, кто работает у нас на заводе, все равно видят, что даже бездрожжевой хлеб добавляют немножко дрожжем. То есть мухлюют, не выпускают пока завод настоящих бездрожжевых хлебушек. Бабушка готовила напиток с толокнанкой и толокном. Да, и этот напиток сейчас, кстати, перед вами, это тоже из толокна. И сейчас я выставила кисель, да, кисель делали, естественно, не на крахмале, картофеля не было, мы помним. А из чего делали кисель? Из овса. Вот сейчас некоторые люди лечатся, они чистят печень, есть метод очищения печенки и вообще очищения организма с помощью овсяного киселя. Есть случаи, очень помогают при панкреатите. У меня у бабушки тоже была такая коммунная проблема, очень здорово. Ну, вообще многим помогают именно овсяный кисель. Но есть одно, но нужно правильно его готовить. Вот эти секреты тоже передаем. И есть одна легенда, это были, когда князь, князь, это было, в летописи одной был описан случай, что князь вслёг у него, сейчас я вспомню, 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 не помню, имена такие, имена древние были. И именно, вот именно у древних славян такая история произошла. У князя пошли язвы на теле, и он уже думал, что не выживет. Очень страшная болезнь его объяла, и пришла крестьянка, и сказала, что я его вылечу, очень красивая молодая девушка, но он должен жениться на мне. Князь был тоже молодой и красивый, но больной, да. И она его отпаивала именно киселем, но совершенно не в том виде, как мы представляем. Вот именно там был древний рецепт. Я этот кисель, потом эту летопись нашла, потом это было, конечно, для меня интересный факт, потому что я сама проводила тактику оздоровления именно с помощью различных квасов, древних блюд, киселя. И она буквально за один день, она приготовила этот чудодейственный напиток, дала ему выпить и замазала раны. Кроме одной. Одну она все-таки женщина и женщина, не делала, не замазала. И он сказал, что женится на ней, если вы, на следующий день почувствовала себя превосходно и со своей дружиной куда-то скакала. Думала, ну зачем мне это жениться на простолюдинке, я же князь. Ну вот именно эта одна раночка дала себя знать, пошла опять рецепт, и пошло опять болезнь, его убьяла. После этого князь понял, раскаялся в своей дне, вернулся к Февронии. Феврония звали крестьянку, вспомнила. И после этого они сыграли свадьбу, сейчас они возведены в рамках святых. Это действительно есть такая летопись. И потом в древних источниках долго искали ученые, обнаружили вот это чудо-действенное основание. Вот такими основаниями мы будем в нашей школе проводить целый курс очищения. Мы приглашаем всех на очищение организма. Но это еще не все, не расходитесь. Я вам еще рецепты приготовила уникальные. Так, чьи травяные, конечно, кипрей, однозначно, мяту, сухие ягоды, морсы ягод. Конечно, это были взвары, это были морсы. Это были, ну вот сейчас комфорт говорит, но раньше говорился взвар, да. То есть очень много было сухофруктов, упаривали в печи, и пили это в густой, например, очень насыщенный микроэлементами. И ягоды, ягоды, ну ягоды сушили, да, на зиму. А были еще зимние ягоды, какие, клюква, мороженое, да, такие зимние ягоды. Брусничка хорошо хранилась, залей водой, поставь погреб, будет все храниться. Я до сих пор так делаю, моя любимая ягода, калийна, вот эти три ягоды, это молодильные ягоды. Я могу говорить о них часами, и просто вот целый вебинар тоже отдельно у меня был по молодильным ягодам. Они действительно дарят молодость. И все знают, что, например, в клюкве есть филохенон, который помогает усваиваться кальцию. Это основа основ, что в клюквенном соке не выживают никакие трихомонады, там даже палочки различные, палочка теклозная погибает. То есть она и, соответственно, огромнейший потенциал витамина С, который помогал вот именно долгие зимы переносить. Очень интересный факт, вот тоже по ягодам, если взять, то когда организовали экспедицию на север, до сих пор там есть селение, где живут долгожители, и, казалось бы, едят сырую алюминину, сырое мясо, и люди сырую рыбу и рыбий жир, да. И где же они витамины берут? Ну, получается, все только замороженное. Оно и есть долгожители. Но, оказывается, у них бочками заготавливается клюква. И когда некоторые люди говорят, что, ну, как же, долгожители не только на юге есть, но и на севере они там мясом питаются. Ну, нужно учитывать, что мясо сырое, оно быстро переваривается в организме человека. Нежели вареное делали такие опыты, и мясо уже приготовленное дает однозначно токсины, и от них надо очищаться. А скоро у нас на носу, что? А у нас на носу рождественский пост. Вот в году бывает только два таких самых сильных времени. Поэтому будете ли вы в нашей школе, будете ли сами, не упустите. Вот вы знаете, у меня такое ощущение, что наша жизнь напоминает реку. И вот если ты сложил весла, тебя отнесло, я по себе чувствую. Дело в том, что я родилась, у меня вечно были какие-то проблемы со стороны довольно серьезные. И они всегда, вот не стоит мне только сложить весла, у меня такой организм, сразу я чувствую однозначно, что-то начинается, какие-то болячки выскакивают. Если ты наперед что-то делаешь, маленькие шажочки, ты выглядишь хорошо. Ты сама себе нравишься, перед зеркалом смотришь, несмотря на возраст, тебе говорят, девушка, да, а это же здорово. А главное, что делать? Сегодня главное очищаться. Когда очищаться? Самое лучшее время для очищения – это пост. Но если очищение перед Пасхой подразумевает более жесткое, можно делать там свои методы, то сейчас мягкое. Зимой не нужно делать никаких кризис. Нужно ни в коем случае, это очень может негативно сказаться на организме, а именно нужно мягко проводить очищение с помощью трав, с помощью постных блюд попаститься, с помощью определенных методов оздоровления. Можно добавить банные процедуры, можно и нет бани в ванной. Мы рассказываем, как в ванне сделать не хуже в ванне, с разными травными сборами, с разными натуральными, так как я сегодня говорила, косметикой. Это очень интересно. С помощью вот этих волшебных славянских напитков и славянских, вот именно рецептов, да, это все, конечно, чудеса. Потом происходит, ты начинаешь, ты влезаешь платьице перед Новым годом, тебе начинают сыпаться комплименты, тусклые волосы, которые сухо зимой дает, и вот эта кожа, когда вы чувствуете, где-то треткается, где-то некомфортно, ты начинаешь видеть, как преображаешься, потому что организм оживает, очищается. А что главное? Что может быть главнее нашего здоровья? Как некоторые говорят, кто не курит и не пьет, кто здоровенький помрет. Да, вот именно, да, я всегда говорю, самое главное, вот самое важное, быть здоровым, не важно, сколько ты приживешь, главное, как. И уйти, как мне сказала одна женщина, вот мы с ней, она живет всю жизнь, 20 лет в Мексике, вела, была, открыла свою клинику, она сама русская, но прожила в Мексике. Она ученая, у нее очень много ученых степеней, там масса книг, 8 книг она выпустила, по здоровью своей клиники была, и глава института педиатрии Мехико города работала. И вот сейчас мы с ней беседовали, она говорит, знаешь, какая моя цель, умереть в один день. То есть настолько ей сейчас за 70, живочая, красивая, она продолжает вести курсы, вебинары, книги писать, потрясающая женщина, я когда-нибудь, думаю, своих, в нашей школе, вот с таким человеком познакомлю, мы с ней договорились, и вот, чтобы она людям передала свои секреты. И знаете, вот именно главное, не мучиться, как многие, вот эта вот старость, мне кажется, это самое ужасное, ведь раньше, мне тоже бабушка говорила, люди так не умирали, мучаясь, мучаясь, говорит, уснул и ушел в другой мир, да, в мир Нави. И все, вот, как одежду сменил, перешел, там, в другое воплощение, я считаю, что душа не умирает. Я, наверное, отвлеклась к тому, что вот внутри меня сидит все-таки главное, это быть, прийти к здоровью, а для этого нужно что-то делать каждый день. Но сейчас люди ленятся, люди ленятся что-то заготовить своими руками, может быть, да, значит, можно исходить из того, что у вас есть. То есть мы даем всегда список, какие травки приготовить, что в аптеке можно закупить, какие продукты самые простые, из них можно сделать самые вкусные блюда. Вы знаете, например, блины, я когда делаю на пост блины и угощаю людей, все говорят, сколько желток ты туда добавила, у меня есть возможность у меня только домашние яйца, если когда-то что-то делаю, очень ядко употребляю, но тем не менее, вот иногда у меня всегда вот домашнее все. И говорят, ну, просто вот видно, что на домашних яйцах такие блины, а там не... ...молока, там не яиц, там не сливочного масла, вот ничего, не сахара, там блины волшебные ощущения, что амблев настоящий есть. Вот как это делать? Приходите к нам уже в школу, вот это будем на нашем курсе рассказывать, очищение, да, и преображение. Так, ну и, конечно, грибы были, это белковая пища, соленые, грузди, рыжики, разных моря было грибов, напитки. Напитки мы вот рассказывали, кисель, да, напитки были волшебные, конечно, никто здесь не написал. Ага, не написали. А мой любимый напиток, я сейчас вам рецепт дал своего любимого напитка, это сбитень. И сбитень, он был просто удивительный. Смотрите, какой интересный. Самый вкусный сбитень, который я только пробовала, с ним связывала необычная история, просто какая-то волшебная. Этот сбитень я попробовала, когда путешествовала, путешествовала по России, была на Урале и познакомилась с Анатолием Шаршиным. Он написал книгу «Глоголы русских мудрецов». То есть он очень глубоко изучает русскую историю гусичей, а эта тема вот у меня всегда очень, мне было интересно, я путешествовала, узнавала по крупицам, эти знания везде собирала, с такими людьми сталкивалась, и в глуши, и в цивилизации. И он являлся, открыл, редактором газеты, околица, 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 как он говорил. Очень интересный такой мужчина, сейчас его уже нет в живых, к сожалению, книга есть, можете в интернете найти, «Глоголы русских мудрецов». И вот он говорит, «Оксаночка, я хочу тебе сделать просто подарок, хочу тебя познакомить с шаманом». Мы далеко поедем, но я согласилась, возле священной горы Еремень живет этот шаман. Ну и сели на машину, у нас было несколько человек, мы долго ехали, там действительно волшебная история произошла, но сейчас об люди. Я попала там взбитель, настоящий русский взбитель. Он меня настолько вдохновил, что я потом долго пыталась рецептуру воссоздать. А у меня есть такая способность, если я что-то раз попробую, я могу, вот у меня как-то рецепторы, наверное, память такая рецепторная получается, я могу это блюдо воссоздать. И у меня получилось, и когда я его готовлю, то ко мне приходят в баню, да, там парятся. Я когда готовлю и потом подаю на стол, то мои гости, они просто улетают. Особенно вот у меня своя баня, я тоже баню, парю по особому волшебному методу. Все вот признаются, люди, когда даже по миру едут, говорят, что волшебнее никогда, ничего подобного не испытывали. Это просто, говорит, космос, когда мы у тебя побывали, но эти секреты тоже уже в школе передаем наши. И вот именно этот напиток, он такой жар внутри, разогревает тело. И легкое расслабление, вот как при алкогольном опьянении, но при алкогольном идет негативное здесь, вот отрицательная все-таки сущность подключается к людям, когда они пьют, это я не признаю алкоголь. А именно благость, вот такое расслабление, такая благость. И все говорят, вот все улетают, но что-то туда подмешало, не знаю. Но сейчас я вам секрет расскажу, ничего сложного. Мы просто берем любые сухофрукты, может быть чернослив берем, да. Вот мне нравится больше всего на чернослив, можно сухофрукты. Я томлю на маленьком огне, чтобы сохранили все вещества, и потом довожу уже до кипения. После этого мешаю по часовой, это очень важно, по часовой стрелке, на радость, на счастье, на благость, на удачу. И именно тогда, вот какие слова в потоке идут, я говорю, вот заговор такой. А при подаче уже добавляю мёд, чтобы мёд не варить. Раньше варили, но мне не хочется это делать, получается вот такой витаминный сказочный напиток. Ну что, надеюсь, вам понравилось. Я, Татьяна, уже несколько сбросила, наверное, говорить о том, что всё, моё время и стекло. Я на этом прощаюсь с вами и хочу сказать, что просто мы сделаем сейчас мы с Ольгой, с нашей травмой, с знаменитой, универсальной травмой, делаем общий курс. Можно записаться, у нас будет два дня. Один день будет идти тренинг, который 4 декабря идёт она по травам. Именно мягкое очищение организма во время поста с помощью трав и народных методов. Уникальными способами. Второй день веду тренинг я, уже питание красивых женщин. Такое в зимнее время, как в зимнее время себя преобразить волшебно с помощью блюд, которые сказочно вкусные, но вы будете очищаться, худеть, молодеть. Это я вам 100% обещаю. И если вы записываетесь на наши два курса, у нас сейчас скидка, ну, предновогодняя, можно сказать. Так мы решили сделать подарок для всех. Сна просто условная, чтобы вы поняли, что такое настоящее, вот сильнейшее знание. Ну, пустите возможность, приглашаю к нам всех, кто приходит, потом такие отзывы. Даже сейчас не зачитываю, уже нет времени, но просто море людей. Ну, здорово. Приходите, будет здорово. Кто сразу попадает на двухнедельный курс, этот подарок будет идти, кто запишется на два курса, да. И по цене он выигрывает, получает огромнейшую скидку и двухнедельный курс в нашей школе. Вместе с нами, поддержка в чате, индивидуальная работа, ну, как, и, в общем, море плюшек. Море. Просто вы увидите. Я даже не все рассказывала, у нас еще и будут гости там, кроме нас. Три раза в неделю будут проводить занятия. Это будет целое погружение. Вы себя не узнаете за эти две недели. Не упускайте это время. Будем с вами, будем дружить, будете, остаетесь уже в нашей школе. И будем постоянно держать с вами позитивный такой настрой связи. Всего вам доброго. До новых встреч. Спасибо огромное Татьяне за приглашение. И я думаю, что не последний раз. До свидания.